Познакомиться с работой сотрудников полиции изнутри, задать интересующие вопросы, узнать, как поступить на службу. Все это и не только смогли сделать ребята из Одинцовского юридического института. Традиционно накануне Дня студенчества все районные органы внутренних дел открыли свои двери для юношей и девушек. Мы в такие дни показываем, в Дни открытых дверей, на стажировках, как это все изнутри, рассказываем подробно о нашей профессии, о наших ежедневных буднях, о том, чем нам приходится заниматься. Ребятам не только рассказали о нюансах работы криминалистов, но и показали оборудование, которое используют в работе. На осмотрах места происшествия мы производим фотосъемку, место происшествия, аппарат у нас здесь. Есть какие-то следы, преступник оставляет там. Мы используем вот эклоскопический порошок, кисточку, все просто. Помазал пальчики, обнаружил. Центр видеонаблюдения «Безопасный город» произвел особое впечатление на студентов. Сегодня более 600 камер наружного наблюдения работают в режиме онлайн на территории нашего района. Об истории Одинцовской полиции молодым людям рассказали в уникальном музее, где собраны редкие экспонаты. Ребята молодцы. Мне, знаете, очень приятно, когда они интересуются, спрашивают и стоят тут, знаете, то есть вникают, как бы душою проникаются к этому. Говоришь, они слушают, задают вопросы. Ну, все равно мы старшее поколение, мы перенимали от старших, вот участников войны там, вот мое поколение. Мы сами там проходили войны и все. И мы должны передать нашим детям то, что у нас есть в стране. После такой экскурсии студенты всерьез задумались о своем будущем, а некоторые в этот день окончательно определились с выбором профессии. У меня, взрослых, у них никого нет в полиции, но мне интересно это. Я хочу связать жизнь с полицией. Мне стало интересно о истории развития Министерства внутренних дел. И я, возможно, планирую дальше видеть себя в этих структурах. Хотел бы связать себя, наверное, со Скайером. Следующим. Спасибо! Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.